Жители Новочебоксарска сами определяли территорию благоустройства с помощью народного голосования. Открытие же общественных пространств в ноябре было приурочено к юбилейному дню рождения Новочебоксарска. При торжественном перерезании лент присутствовали и представители подрядных организаций. Всего городу Новочебоксарску в 2020 году на формирование приоритетного проекта формирования комфортной городской среды выделено более 38 миллионов 700 тысяч рублей. На данные финансовые средства построены, оборудованы, несколько общественных пространств. Мероприятия на сегодняшний день все завершены, пространства все оборудованы. Благоустройство территории на пересечении улиц Первомайской и Десятой Пятилетки началось с летом этого года. Стоит отметить, что сквер возродился с нуля. Ранее на этом месте был лишь газон. Во время благоустройства здесь уложили брусчатку, установили перголы, новое освещение, детскую площадку, а также скамейки и урны. Территорию озеленили, установили клумбы, посадили цветы, кустарники, деревья и восстановили пешеходный тротуар. Еще один готовый объект общественного пространства – детский городок рядом с Новочебоксарским медицинским центром по улице Винокурово. Всего за несколько месяцев на пустыре появилась детская площадка с малыми архитектурными формами. Шесть мультипликационных фигур, восемь скамеек и семь урн. Также на территории медцентра произвели ремонт асфальтового покрытия тротуара, в парковке автомашин, заменили бордюры и уложили брусчатку. Серия торжественных мероприятий завершилась на аллее ветеранов Великой Отечественной войны в микрорайоне Ельниково. На данной территории отремонтировали тротуар, полностью заменили освещение, обустроили спортивную и детскую площадки, установили три перголы, пятьдесят скамеек и сорок урн, а также озеленили прилегающую территорию. Также по просьбе жителей была перенесена стелла, посвященная памяти ветеранов войны. Работы в этом направлении будут продолжены и на будущий год. Елена Фирсова, Павел Андреев, Новости, Новочебоксарска.